Как однажды заметил Рустам Нургалевич, мы еще не переболели детской болезнью массовой автомобилизации. За последние 10 лет число автомобилей в городе удвоилось. Мы ежегодно растем на 25-30 тысяч машин в год. Согласно данным соцопроса, уже в сентябре 2013 года 66% казанцев старше 18 лет имели хотя бы один автомобиль в семье. Изученный нами опыт других городов, в том числе и наших, города Москвы, зарубежных мегаполисов, говорит о том, что все решения в этой сфере непростые, непопулярные и очень ответственные. В первую очередь, ответственные перед нашими будущими поколениями. И любые шаги в этом направлении должны быть хорошо продуманы, сопровождаться широкой разъяснительной работой. Сегодня мы занимаемся разработкой комплексной схемы организации дорожного движения, основанной на научных методах современной урбанистики. Весь мир через это прошел и пришел к выводу, что единственный способ обуздать пробки – это сделать автомобиль роскошью, а не средством передвижения. Достойной альтернативой автомобилю должен стать общественный транспорт. Реформа городского пассажирского транспорта, начатая нами в 2006 году, с самого начала была воспринята далеко неоднозначно. Но уже в 2010 году группа ведущих экспертов транспортников признала, что уровень развития общественного транспорта Казани заметно превышает средний уровень по России. В результате комплексного подхода Казань и сегодня остается одним из немногих городов Российской Федерации, где сформирована единая маршрутная сеть. Льготники могут пользоваться своим правом на всех маршрутах всех видов транспорта. В 2008 году мы внедрили автоматизированную систему оплаты проезда. Нам удалось достичь самого высокого в России уровня безналичной оплаты проезда на городском пассажирском транспорте – 76%. Хочу напомнить, что обновление парка и его автоматизацию мы провели практически не привлекая бюджетных средств. В 2007-2008 году было приобрено 1300 автобусов Евро-3 на сумму более 3 млрд. рублей. При подготовке подвижного состава к универсиаде перевозчики обновили свой парк, вложив на эти цели еще свыше 3 млрд. рублей. Итого объем вложений в отрасль составил порядка 6 млрд. рублей. Благодаря вашей поддержке, уважаемый Рустам Наргалевич, на линии вышли десятки новых комфортабельных трамваев, троллейбусов, около 500 новых автобусов. Сегодня в Казани самый новый парк среди крупных городов Российской Федерации. Причем 98% парка автобусов, половина троллейбусов и почти 40% трамваев приспособлены для перевозки лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей. В большинстве городов-миллионников такого подвижного состава либо нет вообще, либо средняя его доля не превышает 70%. Это, к слову, о доступной среде в транспортной отрасли. В прошлом году, благодаря улучшению транспортной ситуации и выделенными полосам, существенно улучшилась регулярность движения автобусов и трамваев. В числе наших стратегических задач, опережающие развитие экологически чистых видов транспорта, в том числе с переходом на газомоторное топливо. Ну и, конечно, мы, как и все казанцы, очень надеемся на продолжение строительства метро. Подготовительные работы на станции Дубровные уже начаты. Продолжение следует...